Здравствуйте! Моё выступление осталось напоследок. Сейчас я о презентации. Конечно, я понял, что здесь очень подготовленная аудитория, поэтому вопрос «мечтатель или пророк?» он слишком прост. Это ложная альтернатива, поскольку, как вы понимаете, истина всегда лежит где-то посередине. Поэтому я решил усложнить комментарий к Лавкрафту, нужна ли нам новая мифология. Потому что, когда мы говорим, что Лавкрафт был мечтателем, это означает, что он создавал какую-то ложную видимость, иллюзорность какую-то. Если мы утверждаем, что Лавкрафт был пророком, то это утверждает о том, что... Точнее, наше утверждение содержит высказывание о том, что он открывал какую-то новую реальность, о чем-то нас предупреждал. И, разумеется, это две альтернативы, они ложные. И правда, конечно, она где-то посередине. Поэтому, конечно... Кто же такой был Лавкрафт? Так, сейчас... Следующий слайд, пожалуйста, можно? Вот, я, конечно... Алексей Иваненко, да я должен представиться. И я являюсь, конечно, кандидатом философских наук, доцентом, преподавателем, поэтому автором научных статей. И вообще, как бы, у меня интерес как философа слишком широкий. Я и искусство современное интересуюсь, и медиафилософии, но в том числе и современной мифологии. Потому что Гогвард Лавкрафт — это не просто писатель в ряду других писателей-фантастов, которых действительно много. И если мы обратимся к книжным магазинам, увидим там полку фантастики, то там абсолютно необозримое количество литературы. И даже я могу сказать, что я с трудом в ней могу ориентироваться. Но Лавкрафт — это особый, как бы, писатель, потому что он является одним из основоположников жанра хоррора. И вообще, как бы, философии принят такой подход, что, чтобы понять какое-то явление, нужно обратиться к его истокам, к его началам, потому что проблема генезиса, она важна для всего, скажем, для искусства, для науки, для техники, ну и в том числе и для, как бы, современного мира, современной мифологии. И, скажем, конечно, Лавкрафт силен отнюдь не там какими-то сюжетными линиями, каким-то прорисованностью главных персонажей или чем-то еще, а исключительно своей мифологией, да, скажем, мы говорим как бы Лавкрафт и подразумеваем некоторую мифологию Ктулху, да, и достаточно известную, поэтому вряд ли нужно даже как-то пояснять там, кто такой Ктулху. Это настолько вошло как бы в наш как бы фольклор современный, что, как бы, когда мы говорим о Лавкрафте и Ктулху, как о чем-то само собой разумеющемся. Однако попытаемся как бы применить такую философскую методологию для того, чтобы понять вот этот сложный феномен, как Лавкрафт и его новая мифология, и понять, нужна ли вообще новая мифология в нашем мире, да, где, казалось бы, все говорят о необходимости демифологизации, когда мифы противопоставляются реальности, и есть масса передач, которые как раз должны разрушать мифы. Вот, я освоился с этой технологией. Значит, смотрите, для того, чтобы понять Лавкрафта, да, нужно провести такое как бы компротивистское исследование легкое, это сравнить его с другими аналогичными по статусу корифеями, ну, скажем, такими как Толкиен, да, который написал Властелин колец, как минимум, да, он жил примерно, ну, в то же самое время, в начале 20-го века. И первое, что бросается в глаза, что Лавкрафт — это не Толкин. Почему? Потому что Толкин, да, скажем, это действительно гуманитарий, профессор, который, значит, обращается к германно-скандинавской мифологии, скрупулезно ее собирает. Известно, что авторитетом для Толкина был Леонард, который собрал Коливалу, и нечто похожее хотел Толкин сделать как бы для такой германно-скандинавской и английской мифологии. И, естественно, образы, значит, Толкина, его мифология, она не собственная, да, она пытается скрупулезно собрать и реконструировать вот эти образы гномов, троллей, эльфов, драконов. И, собственно говоря, он такой вот настоящий фольклорист, такой Афанасьев, как вот был в России в 19 веке. Что же делает Лавкрафт, да, скажем? Он совсем не интересуется вот этими троллями, эльфами и всей вот этой, ну, не истиной, а исторической мифологией, которая существовала, ну, в той же Европе или в других регионах мира. Что делает Лавкрафт? Он восхищается научной теорией, научными открытиями. И вот предыдущий докладчик говорил о коллаборации Art and Science, да, скажем, вот я, когда готовился к этой лекции, к этому докладу, вот тоже решил как бы через эту призму посмотреть свой доклад, свой материал, и я увидел, что Лавкрафт, на самом деле, тоже занимается вот этой каворкингом, да, между Art and Science, да, потому что он вдохновляется, разумеется, научными теориями. Скажем, все, ну, не все, а огромная масса его образов, вот она была вдохновлена научными открытиями. Вот самый такой известный, да, это планета Югод, которую он описывает в 30-м году. Это девятая планета Солнечной системы, как он ее описывает, да, скажем. И самое интересное, что именно в 30-м году ученые в Америке открывают Плутон как девятую планету Солнечной системы, и долгое время, до 2006 года, как известно, Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, а сейчас он понижен в статусе до транснептунового объекта, да, из-за того, что там проблемы с атмосферой и, соответственно, строение там планетарного ядра, видимо, больше напоминает комету, нежели настоящую планету. Вот, но в любом случае, вот Югод, да, это объект внешнего космоса, открытого космоса, с которыми, от которого нас могут ожидать какие-то угрозы и неприятности. Значит, поэтому, действительно, многие эти персонажи, да, вот Лавкартской мифологии, они приходят на Землю как бы из открытого, из дальнего космоса. И, конечно, здесь он пытается увидеть в этом космосе, прежде всего, какой-то страх, ужас, источник опасности. Но если мы обратимся к современным средствам массовой информации, то нас постоянно как бы кормят вот этими возможными страхами, что какой-нибудь астероид прилетит на Землю, упадет и все здесь закончится. И при этом доказывает, что как когда-то закончилась Мезозойская эра, там 65-70 миллионов лет назад. Ну вот, я еще раз как бы обращусь к этому образу Мезозойской эры, да, по которому также вдохновляется Лавкрафт. Потому что, вот напомню, в чем заключались вот эти научные открытия, потрясающие научные открытия 19 века. В частности, вот чаще всего говорят о Дарвине, да, о его теории эволюции, о происхождении видов. Но если посмотреть в саму теорию Дарвина, то можно заметить, что Дарвин был вдохновлен открытиями в области геологии, то есть вот этим увеличением возраста Земли. И если на начало, ну где-то на XVII век европейские ученые думали, что Земле всего лишь там 5500, там, ну там может 7000 лет, но в любом случае возраст Земли измерялся тысячами лет, то благодаря там открытиям геологов и как это было закреплено у Чарльза Лаэля в основах геологии, возраст Земли стал измеряться уже миллионными лет. И оказалось, что там еще также, кроме Лаэля, был Кювье, который открыл феномен массового вымирания. Эти кости, которые обнаруживали, которые начали... Вот динозавры, на самом деле, впервые стали фактом общественного сознания исключительно в XIX веке. И как их объясняли? Сначала их объясняли как допотопных животных, а потом все-таки объясняли, что были геологические циклы. И Лавкрафт, вдохновившись этой идеей, он осознал всю эту ничтожность или малость человечества, что человечество сравнительно недолго живет на Земле, что были огромнейшие периоды, когда жили и Мезозойскую эру, он упоминает, и более раннюю, и предмезозойскую эру. И, естественно, он говорит, что, возможно, когда-то после человечества будут новые цивилизации. Эти новые цивилизации будут основаны на основании других биологических видов. В частности, еще одна идея, которая вдохновляет кроме астрономии, кроме геологии, еще его очень интересует биология. И часто он в своих произведениях говорит о такой параллельной эволюции, о том, что было бы, если бы те же рептилии, те же насекомые тоже обладали разумом. И спускаясь по лестнице эволюции, он обнаруживает таких самых примитивных существ. Это полипы. С точки зрения биологии 19-го, начала 20-го века, полипы – это были самые такие примитивные существа. И вот он их объясняет как шаготов. Он выдвигает такой образ, что шаготы – это разумные существа, так же, как есть разумные рыбоподобные существа, как догон из одного из его ранних произведений 1917 года, догон. И Ктулху, да, вот этот образ, который как бы часто рисуется в виде осьминога, который вот находится где-то на дне Тихого океана и должен проснуться, чтобы колесо жизни эпохи должны смениться. Но, однако, что же дает этот образ всевозможной параллельной эволюции? О том, что разумные существа, то есть он вообще заставляет задуматься, как мне кажется, с точки зрения философии, о том, что же такое разум. Потому что, когда он говорит, что Ктулху, когда он говорит, что догон и шаготы – это разумные существа, то здесь вот возникает вопрос, что же такое разум. Потому что, опять же, вот традиционно мы всегда приняли считать, что какой же там резон в чем-то, есть какое-то разумное поведение, разумный человек – это тот человек, с которым можно договориться. А вот Ктулху, догон и шагот – это разумные существа, с которыми невозможно договориться. Потому что они основаны совершенно на другой логике действия. И поэтому для Лавкрафта разумность другого – это, прежде всего, его непредсказуемость, нелинейность. И, конечно, Лавкрафт опирается на теорию, опять же, эволюции, говоря о том, что, ну, даже как вслед за Ницше в одном из произведений своих, он даже говорит, что вот современные ему обитатели Новой Англии слишком как бы плоские и примитивны из-за того, что они отрицают низшианство и дарвинизм. И поэтому из этого можно сделать вывод, что Лавкрафт как раз низшианство и дарвинизм, он их как бы берет, синтезирует, и для него эти теории служат источником его вдохновения. И, конечно, в чем низшианство и дарвинизм совпадают, в том, что разум оказывается всего лишь функцией борьбы за существование. Скажем, что разум – это то, что делает борьбу за существование одних существ более как бы эффективной, чем других. Вот. И, конечно, Лавкрафт как бы предсказывает или ощущает как художник, как поэт, как писатель вот то, что называется кризис коммуникации, а вернее даже он его пытается просто проиллюстрировать. И здесь вот можно сказать, что современная киноиндустрия, массовая индустрия даже Голливуда, фантастика, ужасы, она тоже опирается на образы, созданные Лавкрафтом. И вот, в частности, развитие темы Лавкрафта, оно наблюдается в образе Чужого. Вот «Чужой» есть такой как бы известный фильм, все о нем знают, он же стал таким классическим, Ридли Скотт, 1979 года. Однако, в оригинале по-английски он звучит как «алиен». «Алиен» как «это инопланетянин», «это чужой», «это пришелец», это тот термин, который, скажем, в англоязычном марксизме, является связанным, точнее, он связан с термином «алиенэйшн», то есть «отчуждение». Поэтому «шагот», «дагон», «ктулху», «чужой» — это как раз образы Чужого, то есть образы некого встречного, некого другого существа, с которым невозможно вступить в коммуникацию, по крайней мере, в позитивную коммуникацию, с которым возможен только столкновение, конфликт, и единственная реальность и реакция, которая на это может быть — это ужас. Опять же, здесь тоже можно проследить эту коллаборацию науки и искусства у Лавкрафта, что если, допустим, одни авторы, в частности, эта традиция идет от футуристов начала XX века, они увидели в этой коллаборации как бы успех и торжество человека, о том, что человек наконец-то преодолевает, как было сказано, все границы и приходит к какому-то возможному пониманию. Но вот Лавкрафта как раз вот это открытие в области науки, они пугали, они позволяли осознать, что человек — это такая случайная игрушка природы, это случайный процесс в эволюции, и человек не первый и не последний в этой великом дереве эволюции, и что мир наполнен существами, вещами, процессами, которые часто враждебны самому человеку. И вот здесь возникает вот этот вопрос, скажем, как нужна ли мифология и зачем эта мифология нужна. Вот я бы, прежде всего, хотел обратить внимание на вот это чувство или ощущение страха, ужаса, которое Лавков постоянно как бы культивирует в своих произведениях. Значит, ужас — это естественная реакция на нечто неизвестное, поэтому чем дальше мы продвигаемся как бы в царство неизвестного, дальше идем по пути прогресса, тем у нас возникают периодически те или иные опасения. Вначале это были опасения перед атомной бомбой, потом опасения по поводу генетически модифицированных всяких овощей, там лэп-паранойя о том, что линии высоковольтные как-то мешают и вредят человеку. И поэтому, конечно, вот этот ужас как бы он иногда как бы с помощью искусства научно-технического он как бы применшается, но он все равно где-то присутствует на периферии коллективного сознания. И, конечно, вот Лавкрафт, он на него как бы обращает предельное внимание, то есть он пытается сфокусироваться на ужасе, да, и даже некоторые его произведения, как данвичский ужас, кошмар, они вот слово «ужас», «кошмар» выдвигают в самый центр. И, собственно говоря, про многих его монстров, многих его образов можно сказать только то, что они, значит, ужасны, да, то есть вот это самое главное, что является их характеристикой. Но это как раз роднит творчество Лавкрафта с философией, которая развивалась примерно в то же самое время, в 30-е годы XX века в Европе. Это был экзистенциализм, и вот Сартер, да, скажем, вот его известное произведение «Тошнота», оно тоже говорит о том, что человек испытывает некоторый ужас бытия, да, ужас перед лицом существования. И вот как раз в «Тошноте» в своей работе 1938 года Сартер описывает как бы вот это существование, экзистенцию как корни дерева, что вот эти корни дерева, которые существуют, которые змеятся, вот это и есть суть жизни, да, и что делать как бы с этим ужасом, да, вот только, как говорил Сартер, это уходить в творчество, да, то есть творчество – это единственное спасение от ужаса бытия. Вот, и, конечно, если мы сравним вот эти экзистенцию Сартера в виде корней и к того же Ктулху, как центральный и востребованный образ, произведенный сознанием Лавкрафта, то здесь мы увидим какое-то некое семантическое тождество, да, между щупальцами Ктулху и корнями экзистенции по Сартру. Вот, ну я здесь сразу скажу, что я перейду к понятию мифа, да, и, естественно, это понятие мифа сейчас часто является таким самым, ну, одним из востребованных понятий в современной как бы и гуманитарной науке мифом, и миф изучают и политтехнологи, и вот даже вот первый доклад был о том, что художник, да, он, по сути дела, должен создать миф вокруг себя, показать, что он настоящий художник, а не любитель. Поэтому я тоже, ну, хотя по поводу мифов существуют различные стратегии, да, то есть есть стратегия такая психоаналитическая, стратегия разрушения мифа, есть стратегия как бы такая идолоборческая, но есть такая стратегия, которая, наоборот, позволяет генерировать мифы и задуматься над тем, почему же человечество на протяжении десятков тысяч лет пребывало в рамках мифологического сознания, и постоянно это мифологическое сознание, оно как бы себя воспроизводит и возвращается. Вот, если мы задумаемся, почему, какую роль выполняли мифы в древнем мире, они же, по сути дела, защищали сознание людей, да, от внешнего ужаса, да, им нужно было как-то объяснить, как существуют силы природы, дикие животные, и поэтому любой мифолог, поэты, которые создавали мифы, они, по сути дела, являлись культурными героями, которые охраняли сознание своих соплеменников от безумия, в которое могло погрузиться общество. И поэтому такие, скажем, исследователи 20-го ика, как мир Челяды, они подчеркивают, что миф – это как бы не ложь, да, скажем, а это некоторая такая сакральная, серьезная, фундаментальная история, которая позволяет человеку жить. Вот, и, собственно говоря, тот же Лавкрафт, да, он пытается реанимировать мифы. И как же, откуда же он берет свои источники, свое творчество? Ну, вот, опять же, обратимся к его базовому, ну, или базово-изначальному образу, который встречается в одной из его первых работ – Дагон, да, в 1917 году. Вообще, Дагон – это как бы библейский образ, но достаточно маргинальный, встречающийся только один раз, как некое божество филистимлян. И при этом Лавкрафт производит такую деконструкцию, то есть он берет как-то маловостребованные существа и актуализирует их для современности, потому что Дагон – это водная стихия. И поэтому человек, Лавкрафт пытается примирить человека с этой водной стихией, с этим ужасом через как бы свои произведения. Еще я как бы остановлюсь буквально на четырех персонажах из мифологии Лавкрафта, которые, по сути дела, являются такой некоторой проекцией христианской аврамической традиции, потому что нужно тоже понимать, что Лавкрафт жил в Новой Англии. Рот-Айленд – это весьма консервативная среда. Это было до 60-х годов XX века, когда произошел определенный такой сдвиг в сознании. И, скажем, один из ключевых персонажей, ну кроме Ктулху, скажем, это Азотот. Азотот изображается как бог хаоса. Бог хаоса, который отражает как раз ту современную научную картину мира, которая говорит о том, что хаос существует на квантовом уровне, хаос существует в виде броновских частиц. И, собственно говоря, вся эволюция имеет не направленное движение вперед к торжеству человека, а некоторое такое хаотическое направление в разные стороны через приспособление к некой окружающей среде, которая никогда не пребывает в состоянии покоя. Собственно говоря, Дагон и Ктулху – это представляются как такие апокалиптические персонажи, которые должны прийти на заре человеческой истории и маркировать собой некий такой конец мира. И, значит, Йок Сатот – это такой персонаж, который описывается в виде светящихся огоньков, которые открывают некоторые понимания или некоторые врата в другие миры. То есть здесь тоже, конечно, Лавкрафт и вслед за ним многие эпигоны в области фантастики используют понятие параллельных измерений. Хотя, если мы подумаем, откуда берется идея параллельных измерений, она берется, разумеется, из математики, из возможности бесконечного множества непротиворечивых миров, которые могут существовать. И даже физики тоже с такими моделями работают. Хотя, конечно, они лишены той красочности и литературщины, которую мы можем найти у фантастов. И Шубни Гурат – это, разумеется, некоторое такое злое божество или демон, который тоже постоянно пребывает вместе с людьми и вводит их периодически в состояние ужаса, как и всякие другие произведения Лавкрафта. Соответственно, я хотел бы закончить свой доклад вот этим размышлением, что нужна ли новая мифология, что мифология, она уже присутствует, скажем, уже присутствует в нашем мире и через средства массовой информации создаются какие-то такие эпические сцены борьбы сил света и сил тьмы. И, конечно, получается, что мифология, она как бы неизбежна, и просто нужно как-то в ней ориентироваться, в ней разбираться. И такие мыслители и философы от литературы, как Лавкрафт в какой-то мере, оказываются вполне и вполне востребованными. Вот, собственно говоря, я хотел поделиться с вами именно такими мыслями о Лавкрафте, его творчестве, его источниках и, собственно говоря, необходимости новой мифологии. Значит, есть ли какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что мифы – это отвлеченный маневр от того, чтобы люди не истребляли себе подобных? Ведь в природе, вот в биосфере Земли единственный вид – это гомо сапиенс, который истребляет в огромных количествах сам себя. Ну, вот, мне кажется, что Лавкрафт, он дает тему для размышления над разумом, да, и поэтому показывается, что разум, он деструктивен в какой-то мере. И если мы даже вспомним Архимеда, да, вот, и у него была такая фраза, что «дайте мне точку опоры, я переверну весь мир», да, скажем, и вот эта фраза «я переверну весь мир», она, конечно, страшная. И, конечно, в этом плане мифология, да, как вот вопрос этики, да, то есть как соотносится этика и наука, мифология и наука, конечно, мифология может служить некоторым таким тормозом, да, скажем, ну, или сдерживающим фактором, который позволит отобрести некоторую гармонию, потому что мифология, по сути, вот как она используется в средствах массовой информации, в пиар, в всяких технологиях, это зажатый образ какой-то, да, потому что люди не могут воспринять весь тот информационный шквал, который на них падает, и поэтому они должны это все мифологизировать, им нужно показать, что там, что хорошо, что плохо, что вот это правильно, это неправильно, и часто это обретается именно в мифологическую форму. Спасибо. Да, слушаю. Можно, да? Во-первых, агрельеф, как полагается. Между прочим, Лавкрафт очень удачно вписывается в данные темы лекции, потому что у него многие персонажи-художники были, которые чувствовали вмешательство извне, и мне кажется, вот вы не до конца раскрыли тему параллельных вселенной, потому что у него многие произведения были связаны, связаны то, что там другие существа вселяли свой ум, жили нашей жизнью, а наше сознание жило в другом образе. И возможно ведь рассмотреть так, что вот некромекон, безумного монаха Аль Казреда, это способ разрушить вот эту вот тонкую грань между параллельными вселенными, и впустить вот эти существа, ну, также эти ритуалы, которые проводились, допустим, чтобы вызвать ктулху в наш мир. То, что на самом деле наши миры очень тесно соприкасаются, не обязательно какое-то космическое, там что они где-то в космосе находятся, а может они находятся рядом с нами. То есть вопрос заключался в том, что нужно ли открывать границы между мирами или не нужно? В том, что это может они живут не где-то в космосе, а может они живут рядом с нами, вот параллельно вселенной, которая вот за поворотом, вот заверни, она уже здесь? Ну, просто как бы стратегия моего поискования, то есть мой сюжет, тема моей лекции заключалась в том, что наука и искусство, что Лавкрафт вдохновляется научными открытиями, и научные открытия его пугают, да, пугают вот этой безмерностью космоса, параллельностью эволюции. И в этом плане я все-таки как философ, как представитель вот такой академической науки склонен в этом видеть некоторую символизацию, да, то есть то он как как бы гениальный там писатель, который востребован, да, вот в обществе, он улавливает, и как бы вот эти идеи, да, которые может витают в коллективном бессознательном, он их возвращает вот в таком наглядном виде, да, и люди узнают, да, узнают свои идеи в нем. А то, что вот какие-то конкретные реальные параллельные вселенные, что там вот какие-то вот такие персонажи, как вот иногда рисуют в рекламе микробов, да, вот как эти шаготы, которые вылезут там и кого-то там щупальцами вокруг шеи там и съедят, то я, конечно, думаю, что нужно это понимать более символически, что называется. Здравствуйте, спасибо за лекцию, на самом деле я пришел, в принципе, только из-за слова Lovecraft. Спасибо. И у меня такой вопрос, знаете, Джозеф Кэмпбелл давно в своем труде «Тысячеликий герой» еще писал об космическом архетипизме вообще всего, и в целом вселенная Lovecraft, ее можно поделить на две части, это, собственно, история про Ктулху, да, и это цикл снов, и если истории про Ктулху это что-то типа жесткое и адское, что с нами будет в любом случае, а цикл снов это что-то в стиле «Что будет, если мы будем себя хорошо вести и попадем, так сказать, в рай?» Так вот, если поразмыслить над тем, нужна ли вообще новая какая-то философия, вам не кажется, что это и есть тот самый какой-то космический архетипизм наш в целом, вообще вот Lovecraft? И чем больше будет грамотных адаптаций вот таких, тем будет лучше донести какую-то сакральную вещь до новых читателей, которые, возможно, еще не ознакомлены с какими-то низами? Ну, да, я сказал, да, вот возникла тема сакрального, да, то есть я там и про Элиады вспомнил, как вот тему мифа и сакрального, что миф затрагивает сакрального, и вот предыдущий докладчик тоже говорил о том, что когда вот был перформанс, да, вот в Америке там тоже создавалась атмосфера сакрального, что, возможно, вот для преодоления вот этого отчуждения, да, alienation, да, вот этого, который Маркс обращал внимание, вот этот alien как образ, востребованный в массовой культуре, возможно, необходима какая-то культивация сакральности, да, возможно, через искусство, возможно, через, значит, литературу, да, то есть, разумеется, здесь речь не идет о каким-то грубым, примитивным, сакральным формам, которые были там в каменном веке или в эпоху Средневековья, то есть, мы, конечно, живем в новом обществе, да, и, возможно, нам как нужна новая мифология, да, я бы здесь продолжил, нам нужна новая сакральность, да, и, возможно, эта сакральность заключена как раз и в этом, и в искусстве, да, и лавкрафт, лавкрафт, да, которая стояла, возможно, у истоков, да, вот этой новой мифологии, которая оказалась востребованной, потому что вот почему сейчас-то сложно говорить о современном искусстве, да, потому что вот очень легко попасть в просак, вот ты говоришь, что это гениальный художник, оказалось, раз пшик, и все, и ничего. Легче говорить о Матиссе, о Сальвадоре Дали, и Энди Орхоле, которые уже состоялись. Также и о Лавкрофте легко говорить, потому что он уже в 1937 году умер и доказал, что прошло десятки лет, и его темы актуальны, скажем. Поэтому, конечно, нужно создавать традицию нового мира, традицию новой эпохи. И вот Лавкрофт, конечно, один из таких «пророк», скажем, «пророк в кавычках». То есть я не пытаюсь создать какой-то культ такой в грубой форме, но как человек, который что-то прояснил, сделал наши мысли более ясными. Иногда так определяет философия. Алексей, давайте еще буквально, может быть, два-три вопроса. Да, у нас пять минут еще. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, считаете ли вы Лавкрофта пророком или все-таки каким-то мечтателем? Существуют ли какие-то иные расы, и сможем ли мы найти с ними способы коммуникации? Когда-либо. Хорошо, я бы так ответил на этот вопрос. Смотрите, откуда появляются инопланетяне вообще? То есть как динозавры появляются из палеонтологических реконструкций, там, Кювье и XIX века, также инопланетяне появляются благодаря астрономическим открытиям, когда люди говорят, что на небе там не ангелы, не хрустальная сфера, а такие же планеты, как и наша планета. И как жизнь на Земле появилась с какой-то необходимостью, также с такой же необходимостью она могла появиться на тысячи других планет, которые существуют в нашей необозримой Вселенной. Поэтому как бы вот с научной точки зрения существование инопланетяне не доказано, но весьма вероятно, скажем так. И поэтому вот эти расы, как бы, ну, условно говоря, да, то есть разумные существа, с которыми мы рано или поздно можем столкнуться, в принципе, они вполне-вполне реальны, да, скажем, возможны. Кроме того, вот я еще хотел показать по поводу Лавкарфта, что поскольку существует вот это геологическое время огромное, миллиард лет, да, существует наша Земля, да, четыре с половиной миллиарда лет, как утверждается современная наука, то, соответственно, внутри каждого периода существа тоже могли достигать некоторой формы разумности, скажем, вот тоже могла ли быть цивилизация у динозавров, ну, в принципе, да, скажем, то есть они могли там обмениваться сигналами, то есть человек существует, ну, по максимальным подсчетам, там, с пятикантерпами, там, миллион, два миллиона лет, да, хомо сапиенс гораздо меньше существует, а динозавров существовали больше ста миллионов лет, то есть неужели вот за этот период у них там ничего не могло в мозгу эволюционировать, и, разумеется, из-за этих катаклизмов, возможно, ничего не осталось, то есть поэтому, наверное, такой научный подход или такой вот такой здравомысленный подход, это что все возможно, да, вот все возможно, как парадигма хаоса, парадигма хаоса заключается в том, что вот нужны вот эти рамки, да, которые существуют в нашем сознании, ну, держать, конечно, их, да, потому что рамки нужны, там, для морали, для закона, но в плане, как бы, творчества, да, таких рамок, наверное, быть не должно, что ли. Вот. И тогда последний вопрос. Спасибо за лекцию. В предыдущих лекциях всегда всплывал вопрос о будущем. Какое будущее ждет искусство, будущее art and silence, и вопрос мифологии будущего. Какие они будут? Будут иметь ли под собой религиозную основу или научную, как вы видите? Мне кажется, что мы уже живем в эпоху ставшей мифологии, то есть мы живем не в эпоху формирующейся мифологии, а то есть вот этот момент, как бы, ну, как бы, не знаю, сингулярности, мне кажется, он уже пройден, да, потому что как раз один, одна из догм постмодерна заключается в том, что история уже закончилась, да, то есть уже все произошло, там, так же, как и... Поэтому какие мы видим образы, которые цитируются в массовой культуре, там, это образ инопланетянина, какой бы с другого, чужого, образ зомби, да, как человека, который одержим некоторыми витальными потребностями, да, и там все эти фильмы про зомби, они вокруг какого-нибудь супермаркета, как бы, обнаруживаются. Ну, и какие-то роботы, искусственный интеллект, да, там та же матрица, значит, там, терминатор и так далее, то есть терминатор, зомби и пришелец, как бы, вот эти три образа, там, как Василий Иванович, там, Петька и Янка, скажем, пулеметчица, которые вот присутствуют в нашей культуре, и, возможно, они будут культивироваться и меняться, да, как вот, как старая мифология первобытная, она там была десятками тысяч лет, так что вполне возможно, что эти образы при наличии такого ненарушенного развития, они тоже, возможно, будут на сотни лет, по крайней мере, то есть я бы так ответил на Ваш вопрос. Да, конечно. Здравствуйте. Интересная была лекция, только один вопрос очень интересует. соотношение творчества Лавкрафта и писателей разных, очень интересно, интересно еще соотношение творчества Лавкрафта и все-таки художников, а конкретно Гигера, по причине того, что произведение Ридли Скотта все-таки больше связано с творчеством Гигера, поэтому как можно соотнести именно с художником? Ну, потому что, во-первых, так часто получалось в европейской традиции, что художники иллюстрировали тексты, да, это вполне нормально. Мы знаем, что это был библейский текст, и масса художников рисовали там тоже Богородицу, Иисуса и так далее. Так же, как и фантастика, то есть стержнем массовой американской культуры, да, вот является, в принципе, фантастика, да. Это самый такой экспортный вариант, один из экспортных вариантов американской литературы. Там и Хайнлайн, там и Айсек Азимов, и Эдгар По, можно считать там фантастом в какой-то мере, тоже можно считать фантастом. Вот, поэтому, конечно, сказать, что, значит, создатели фильмов или создатели живописи не вдохновлялись этими произведениями, вряд ли стоит, потому что вот этот образ инопланетянина, вот заметьте, кем были инопланетяне до Лавкрафта, да, скажем, это марсиане Герберт Уэллса, да, скажем, то есть буквально Герберт Уэллса отделяет от Лавкрафта, ну там, кто такой был Герберт Уэллс? Старший современник Лавкрафта, по сути дела. Но для него были еще марсиане, а, значит, у Лавкрафта это уже далекий космос, это уже центры галактики, это уже какие-то темные планеты, темные звезды. То есть поэтому современный образ такого инопланетянина из дальнего космоса, не селенито, с марсианином и венерианцем, он как раз формируется именно Лавкрафтом. То есть я так убежден, и, собственно говоря, вот другую промежуточную вот эту цепочку я вот как бы увидеть здесь не могу. Поэтому я думаю, что визуальный образ, он всегда идет, он вдохновлен текстовой культурой, текстовой традицией. Поэтому я бы здесь, не стал бы здесь ставить какое-то различие, поскольку ведь искусство и культура, оно стремится какой-то к целостности, какой-то к симфонии. То есть и музыканты, художники, литераторы, они часто как бы взаимоцитируют друг друга, и это совершенно нормально. Было бы странно видеть, что как бы искусство визуально развивается само по себе, а литература сама по себе. И вот как раз с точки зрения философии, философского метода, очень заметно, как тот же экспрессионизм, там, литература ужасов, экзистенциализм, мысли абсолютно в рамках единого ключа и в рамках единой парадигмы. Аплодисменты